Видеоаналитики Видеоаналитика известна как контроль кассовых операций, карты тепловые, посещения магазинов, передвижения людей, подсчет посетителей. Вы знаете, по моей практике многолетней, сколько я работал с одной очень известной торговой сетью, видеоаналитика очень нужна в том плане, как фейс-контроль, я бы сказал, потому что приходят очень организованные, сплоченные люди, группы и просто воруют из магазина не просто разово, а это становится системой, это такой бизнес у них. Даже так? Да, вот, поэтому подсчет посетителей или контроль кассовых операций, они товар даже до кассы не доносят, вот, его подсчитывать там не надо, контролировать. Ну, и вот, я бы хотел показать, как это делается на примере нескольких роликов, как обыкновенно, буднично происходит кража. Так. И довольно-таки не на маленькие суммы, потому что могут один раз украсть, потом прокатило, могут второй раз украсть, третий раз украсть, и это входит в систему. А бывает, что приходят и вообще организованные целые группы. То есть, просите, пожалуйста, и вот при такой организованной, скажем так, преступности, способна ли видеоаналитика указывать на то, что сейчас происходит в данный момент противоправное действие, подсказать как-то охраннику? Или здесь видеоаналитика, так сказать, беспомощна? Нет, я считаю, что видеоаналитика в том виде, в котором она вот представляется нам известными компаниями, она, по-моему, абсолютно беспомощна перед действиями ворок. Ну, давайте рассмотрим ваши видеоролики. Ну, давайте. В первом видеоролике, что же происходит? В первом видеоролике вы видите, как девушки подходят к стенду. При этом, как происходит? Порой приходят и заранее срывают метки. Защитные метки пришли, сорвали. Это против антикранжевого системы? Ну, да, да, стикеры снимают заранее. И товар кладут подальше, на полочку. Потом приходят, и уже подготовленный товар, вот вы видите, как это на ролике происходит, просто кладут, вот в данный момент положили девушке в капюшон. И товар был украден. Дальше можно прослухать. Был украден, и они спокойно прошли? Да, да, они спокойно прошли, потому что товар, они метку сорвали. Вот. Дальше, следующего ролика мы можем увидеть, как им понравилось, в принципе. Это тот же самый день, обратите внимание, тот же самый день. Это несколько часов позже. Раз получилось один раз, почему второй раз не получится? Легко заработать. Да, опять приходят заранее, срывают метку. Опять, видите, второй раз уже. Но их уже ждали. Скажем, вот конкретный ролик, конкретном ролике, их уже ждали. По каким приметам я не буду говорить, и как там работает служба безопасности, не буду это рассказывать. Простите, да, вы не говорите, но это работа видеоаналитики или людей? Что их ждали? Что их ждали, это работа людей. Люди заметили. Ну, заметили пропажу товара, посмотрели видеозапись, увидели, кто это. Ну, что, как дальше они их вычисляли, я не буду рассказывать. В общем, это, вот. И, как вы видите на третьем ролике, вы видите прекрасно, как их задерживают. Вот. При этом ни те, ни смущения, ни черцев, с такого образования совести эти люди не испытывают. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ